Изменения в генеральный план Запорожья начали вносить еще с 2011 года. В этом году планируют утвердить уже новый градостроительный документ. Согласно изменениям в генеральный план, площадь города в перспективе может увеличиться на 1320 гектаров. В генеральном плане мы ставили в первую очередь те задачи, которые нам диктует бизнес, поскольку без генерального плана развития строительства в городе Запорожья или какой-либо другой инфраструктуры практически невозможно. Ну и кроме этого, конечно же, решение таких важных социальных вопросов, как земли для участников боевых действий. Новый план предусматривает строительство транспортного коридора. С его помощью удастся снизить транзитную нагрузку на дороги города и, в частности, на набережную магистраль. Концепцию створения функционально-национальной мережи международных транспортных коридоров в Украине превращается в проходение в зоне вплива места Запорожья. В транспортного коридора Европа Азия. Тобто, это пройдет по певничной межзапорийской области. Предусмотрено также развитие промплощадки города и изменение функционального назначения земельных участков. Многие предусмотрены переведены в усадебные хозяйства, в усадебные, скажем так, зоны. То есть люди смогут наконец-то прописаться там и получить, скажем так, уже полноценное жилье, а не дачу. Одной из главных также является проблема предоставления жилья участникам боевых действий. В новом генеральном плане запланировано строительство многоэтажных домов. Их будут возводить в Шевченковском и Коммунарском районах, а также в центре города. Общественные обсуждения генерального плана будут проходить до 27 февраля. Новый градостроительный документ планируют утвердить в конце лета. Юлия Пасько, Руслан Шевченко, ТВ5.